так девчулечки мои милые всем огромный привет я рада вас приветствовать на своем канале и сегодня мы с вами начнем подготавливать мою комнату к новому году будем убирать поэтапно сегодня у меня план привести в порядок кровать разложить вещи я погладила убрать в шкафах все перетереть перемыть и давайте с вами начнем потихонечку потихонечку готовиться к празднику чтобы у нас все было чисто первое из чего хочу начать девчули мне пришел заказик из фаберлик сейчас мы с вами его разберем расскажу чем я пользуюсь для уборки что я себе заказала смотрите незаменимый мой помощник это спрей для очищения стекол и зеркал без него я никуда у меня здесь есть вот такая вот поверхность стеклянная я все это мой именно вот этим вот средством также взяла девчонки для стирки будем сегодня стирать отстирывать постельная белая вещи стирать я приверженец того что например нужно будет сейчас все перестирать перегладить чтобы уже перед новым годом у меня залежей постельного не было вот такой заказала пятна выводитель мне он очень нравится точечный им я обрабатываю воротнички на рубашках какие-то пятна на скатерть и еще что-то то есть очень хорошо он работает взяла еще себе универсальный стиральный порошок беру color он прям хорошо подходит для всего белья даже черные девчонки стираю этим порошком и у меня вообще никаких разводов нет очень хорошо выполаскивается так следующее что я взяла это кондиционер для белья смотрите еще фишка вот такой вот чистящий универсальный крем вот этим средством я чищу подоконники девчонки пластиковые подоконники все это хорошо очищается за 2 секунды и очень хорошо смывается так дальше идем что еще я взяла взяла вот такой вот освежитель воздуха кстати сегодня тоже во влоге будем с вами приводить в порядок ванную комнату заказала себе вот такое вот средство для очищения ванной комнаты концентрированная повторила вот этот шампунь мужу девчонки для уборки взяла вот такие вот салфетки вот без них вообще никуда вот это вот для стекол и зеркал салфетка просто идеальная я их потом простирую и в стиральной машинке и пользуюсь надолго хватает взяла на пробу девчонки вот такую вот туалетную бумагу мягкую влажную посмотрим не тестировала еще так и еще девочки вот такой вот чай гречишный взяла хочу попробовать хочу сравнить заказываю на валберес себе чаек но взяла у фаберли посмотрим по вкусу и так девоньки и дальше вот это вот у меня влажные салфетки для удаления пятен у меня они уже закончились они у меня везде сумках везде хранятся постоянно ими пользуюсь очень классные взяла вот такие вот для экранов и мониторов чистящие салфетки это я отправлю данилу он у меня прям усиленно вытирают свой компьютер вот этими всеми салфетками и также влажные салфетки чистящие универсальные это девочки я мою технику уже не однократно вам говорила это находка очень экономичный расход отмывает весь жир все с чайников с кофемашины с тостера то есть вот прям классные салфетки мне очень не нравится взяла бы такие вот новогодние гели для душа чтобы себя порадовать каждый год кстати заказываю именно вот новогодние такие вот у них есть новогодняя серия очень вкусные ароматы взяла вот такое вот жидкое мыло и дальше девчонки это еще один кондиционер для белья и у нас средства для очищения ванной комнаты чуть-чуть другое я их миксую а мне очень нравится что все это хорошо смывается быстро да не остается никакого налета и в принципе очень хорошо отмывает комнату ванную и взяла вот такую вот салфеточку для кухни будем тоже тестировать я ее не пробовала так что девчонки вот такой вот у меня заказик давайте начнем уборочку начнем с постели это самая пыльная а дальше уже по плану перейдем на окна шкафы и так далее а Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И вот так вот я поставила со стороны мужа здесь цветок И вот это дерево, оно очень нежно горит На батарейках, девчонки Ну в общем вот такой вот порядочек Все чистенько Теперь просто будет такая легкая уборка перед самым Новым Годом Ну а шторы постираны, окна намыты Все чисто И уже теперь по зонам буду переходить и наводить порядки Чтобы потом просто сделать обычную какую-то легкую уборку И все И на следующей неделе я уже буду мыть гостиную И ванную с Руслана комнатой И в принципе все У меня будет вот такая вот уборка на этой неделе А затем уже будет подготовка к Новому Году Так что девочки Вот так вот я навела порядок Так легко и красиво дышится И мне очень нравится Вот прям легкая такая подсветочка У меня окно так круто со стороны светится А теперь оно еще и чистое Спасибо моему новому помощнику Так девчоночки Села с вами немножечко поболтать Хочу вам рассказать вообще о событиях Почему меня так долго не было Влог конечно собирался с нескольких частей И первое что хочу вам сказать Это по поводу роботомойщика Девочки все ссылки оставлю вам обязательно в описании Потому что ну для меня девчонки Это реально такой помощник крутой Во-первых он очень качественный Ну действительно очень качественный Потому что у меня ни разу не было роботомойщика Да для окон Но вот подружка мне рассказывала Приходила ко мне его посмотрела И она говорит что вот прям у тебя он мощный Он вообще выполнен по-другому Очень качественный Очень качественный И такой знаете Прям хороший Справляется со своей работой Вообще на пятерку Я сейчас буду мыть окна еще на балконе Покажу вам потом декор балкона И буду вообще в принципе перемывать все окна И плитку в ванной и в туалете Обязательно помою В этот влог я уже не вставляла вам девчонки Потому что если честно У меня нет сил И сейчас я плавно перехожу Уже к информации Гу входит просто с косточкой Перехожу к информации вообще Что у меня произошло На роботомойщик девчонки Обязательно оставлю ссылку Присматривайтесь Потому что очень хорошая качественная техника Потому что мясорубка У меня вода Она получается вторая у меня мясорубка У меня до этого была И мясорубка просто идеальная Идеальная мясорубка Мы последний раз на ней делали Колбасу домашнюю Просто best of the best Она справляется с мясом Нигде ничего, никакая плева Не застреет В общем действительно очень хороший бренд Теперь почему меня так долго не было Девчонки, я заболела В телеграмме девочки мои были в курсе Заболела как? У меня поднялось давление Девчонки Но я вначале не придала ему значения Погода менялась В общем у меня было 190 Ниже 160 оно не спадало Оно вообще никак не сбивалось И просто вот прям у меня Вот такое состояние было Настолько плохо мне было Что я вот ползала Что-то делала Что-то пыталась там убирать Готовить Но мне реально было очень нехорошо Значит вот сегодня я девчонки Нет, вчера или позавчера Я все-таки вызвала скорую Потому что оно не сбивалось совсем Да, я пыталась крепиться Там мы выходили в театр Девочки видели в телеграме Тоже в картинке скидывала Да, фотографии Как-то пыталась создать образ того Что мне нормально Но на самом деле мне было прям очень плохо В итоге девчонки Я вызвала скорую Скорая не приехала Меня Оксана отвезла просто в больницу В приемный покой Попался очень хороший доктор Он мне дал назначение Они мне сбили давление все-таки Но на следующий день все равно У меня оно начало подниматься Но у меня высокое сердечное давление Вот у меня например девчонки 160 верхняя И 110 нижняя Вот 110 нижняя у меня оно всегда такое И я если честно Ну уже начала паниковать чуть-чуть В общем он мне написал Что мне принимать Какие препараты для того Чтобы выровнять его Но я все это сейчас пока поделила на 2 И наверное поеду в Краснодар к своим врачам У меня у всех крови Там много врачей знакомых Которые помогут с этой вообще проблемой Но чтобы вы поняли У меня вот это сердечное 110 В общем что оказалось Он мне назначил сходить на УЗИ почек Я сходила на УЗИ почек И на УЗИ Как-то называется Почечные какие-то сосуды Отходят от почек Или аорта какая-то В общем сейчас я не буду врать Но вот смысл такой В общем короче у меня опущена правая почка Но это особо на давление не влияет А вот от правой почки У меня отходит Должен отходить один сосуд А у меня отходит 2 сосуда И вот этот второй сосуд Дает Или артерия вторая Дает давление Оно дает боль в почках Пилонефрит Пятое, десятое У меня этого ничего нет У меня только девчонки давление В общем короче И вот это Ну как мне сказала Это УЗИ стка Но опять-таки Это надо все равно Еще с урологом Или с нефрологом Консультироваться Что именно вот это Вот только операбельно Убирается В общем я свекрови Все рассказала Она сейчас там будет узнавать Что мне вообще делать Ну как бы давление Меня долбет И вот даже сегодня Плюс-минус Я себя неплохо чувствую Но так Меряю постоянно давление Чтобы не пропустить Потому что я честно Боялась Что у меня блин Или инсульт Или что-нибудь долбанет И буду потом Лежать Ролики не смогу вам снимать Я уже юморю Ну вот короче Вот такое со мной Приключилась Такая приключилась Ситуация И это наверное Не усталость Там знаете Не Ну Это все вместе В общем Короче говоря Еще у девчонки Сегодня я была В личи В магазине Девочки я себе купила Просто потрясающие джинсы Я вам сейчас Вставлю фотографию Они просто нереальны Кто у меня девочки Вот Хочет себе купить джинсы Я правда Чуть-чуть схуднула Поэтому они наверное Так сели Вообще взяла Даже 28 размер себе Я что-то не поняла Вообще юмора Сегодня я не верила В своему счастью Но они были вот прям Последние И взяла вот эти себе джинсы Там пей и отстегиваются Картинка Будет К ним у меня есть Разные блузки Джинсы Огонь девчонки Кто хочет Вот кто ищет Обратите на них внимание Я прям нарыла Мне они очень понравились Прям вот я знаете Ну джинсы Очень сложно купить По крайней мере мне И мне они очень понравились Так что Вот как бы В принципе Почему я не выходила К вам на связь Я рассказала Теперь по Новому году Девчонки В этом влоге Я вам показала Декор Как я сделала елку Мне осталось еще Запечь апельсиновые дольки И добавить на елку Тоже в следующих влогах Вам обязательно покажу Мне елка моя понравилась Хотела старыми игрушками украшать Но сейчас посмотрим Если я куплю живую елку То эта елка придет к Руслану в комнату А живую елочку Небольшую я поставлю И Причем живую девчонки Не срубленную Я хочу в горшке Чтобы потом ее кому-то отдать И чтобы люди посадили ее в огороде Чтобы она росла во дворе В катке купить ее Я не очень люблю елки спиленные Чтобы потом их выкидывать Мне жалко Поэтому я думаю Что я куплю Если все-таки решусь Куплю живую Но в катке елку И украшу тогда ее Старыми своими игрушками С фонариками Красиво все сделаю В следующих роликах Девчонки Обещаю вам показать балкон Как я украсила Элементы Все В спальню свою Показала В зале Кое-какие я сделала Такие моменты Но еще кое-что Я хочу подкупить Поэтому я вам и не показываю Девчули У меня как-то в этом году Если честно Все как-то вот минимально Потому что у меня игрушки Вот приходят Позабирали мы Вот недавно Вторая партия Пришла игрушек И у меня все в Краснодаре А там сын это все ищет Собрать мне не может По частям мне это все привозит И я не могу Немножко сейчас пока Вот собраться с мыслями Чтобы это все красиво сделать Обязательно Девчонки Покажу вам сервировку Я все помню Осталось тут совсем мало времени Вот на днях сниму вам Блог с сервировкой Девочки с готовкой Готовить я не буду Объясню почему Я вначале думала Что-то придумать интересное Но знаете как Вот в этом году У нас еще под вопросом Где мы будем отмечать Новый год Мы либо будем прямо Ну вот дома здесь С детками Либо мы конечно Может быть здесь Вот где-то в Симферополе Поедем куда-то Либо в отель Либо дом снимем Ну в общем Все еще в таком Подвешенном состоянии Ничего пока еще не известно Поэтому я и не могу Ничего не продумать И опять-таки Вот мой Прошлогодний Новогодний стол Который я вам показывала Мне он очень понравился По наполняемости В принципе там собраны Вот любимые мои блюда Которые я бы повторила Ссылочку оставлю На прошлый Новогодний стол Вам присмотритесь И плюс-минус Я добавлю Какие-то Может быть Бутерброды Все Больше особо Сильно Наготавливать Я не буду Потому что По плану Там что-то свежее Приготовить На второй день Там раки Например Там еще что-то На первое число Поэтому Ну вот У меня вот Честно Сегодня я вам там тоже В ролике показала Курицу запекала У меня почему-то На приготовление еды В этом вообще вот месяце Как-то меня вот Отрубило Я не знаю почему Но я вот Все спустя рукава готовлю То ли мне это надоело В общем я немножко хочу Отдохнуть от кухни Поэтому я Чуть-чуть Просто ну как бы Отошла от готовки А если мне это не идет Я не буду делать это Просто для того Что это нужно Поэтому вот Такая ситуация Поэтому девчонки Ну вот С готовкой Вот такая вот ситуация Ну Немножечко Нет у меня настроя Я не буду себя насиловать В связи опять-таки С моим здоровьем Вот С этим состоянием Не обижайтесь Но Как-то вот у меня Я говорю Вот этот месяц Что-то вот получилось Вот такое вот Со мной не очень Приятная ситуация Значит Что еще хотела сказать Приедет Даня на Новый год мой Сейчас решаем вопрос Как он будет добираться С Краснодара Потому что у него там Зачеты какие-то Семинары там Или что-то Ну в общем то Что пропускать нельзя Прямо вплоть до Чуть ли не 31 числа Я вообще В шоке Ну будем думать Соберемся Все либо вот дома Либо куда-то поедем Может быть вот С соседями моими Которые По-моему я наши С которыми вот Готовлю всегда Я вам показываю готовку Вот может быть с ними Потому что там Маленькая Машенька Деда Мороза позовем Смысл Вот такой формат Вот такой будет Нового года Честно Как-то вот в этом году Наверное Либо повзрослела Но все равно Хочется праздника Сейчас добавлю Девчонки Там восстановительный процесс Вот после того Как я проходила в своей жизни Увидимся Увидимся в следующем Влоге Уже сильно Долго откладывать не буду Думаю через пару дней Выложу вам сервировочку Что-то еще красивое Может что-то приготовим С вами Посмотрим По настроению Девчонки Обязательно покажу платье Вам Потому что еще придет Мне второе платье От Лены Уже обещала Вам леопардовое Показать платье Господи Я уже Ну вот Зебру платье В общем покажу Так что Вот такие вот дела Не обижайтесь Что долго меня не было Но у меня уважительная причина была Девчонки на робот Оставлю ссылки Обязательно Присмотритесь Просто Наикрутейший Помощник Просто Вообще у меня слов нет Просто так сложилось Что сейчас Я немножко не могу В полную силу убирать Поэтому я В дальнейшем Он у меня будет Однозначно мелькать Я буду пользоваться им Потому что он очень Просто классный Вас очень люблю Целую Давайте смотреть Как я буду Украшать елочку Так девчоночки Сегодня мы с вами Начинаем наконец-таки Украшать елку Я все доделала То что хотела Для декора И сейчас Мне нужно будет Вынести Замик И смотрите Что я придумала Девчонки Я нашла Вот такой вот пенек Ездила на лесопилку Высверлила Здесь отверстие Пока я пенек Ничем не обрабатывала Я сейчас посмотрю Устанавливаю елку В принципе Его покрыть лаком С этой стороны Будет легко И просто Даже если Будет стоять елка Поэтому пока Я не буду Трогать ничего Если мне понравится Вообще Вот вся композиция То я тогда В таком случае Естественно Покрою его лаком И буду в дальнейшем Его использовать Сейчас я уберу драмик Устанавливаю елку Мы вместе с вами Все распрямим И начнем ее украшать Буду рассказывать Что такие игрушки Я сделала Все буду вам показывать Надеюсь Вам мои рекомендации Пригодятся У меня реально Новогоднее настроение Хотя за окном идет дождь Опять пасмурно Но Ничего страшного Будем сами Поднимать себе настроение Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Заказала их на Валберис Ничем не обрабатывала С этой стороны они не обработаны С этой стороны покрыты лаком Потом я сделала, девочки, вот такие вот желуди Показывала вам в Телеграм Покрасила золотой краской И полностью сверху вскрыла акриловым лаком Также у меня были орехи Думаю, что они будут пропадать Взяла жигут, покрыла их лаком Приклеила веревочку на клей-пистолет И вот такие вот игрушки получились Потом добавила из обычного декора Это вот такие вот шары в цвет подобрала И еще мне очень понравились вот эти птички Но больше их не было Можно было бы, конечно, еще упаковку купить В упаковке было три штуки И также у меня были шишки Использовала шишки, но ничем не покрывала Но думаю, что, чтобы их использовать, в принципе, каждый год Нужно будет их также покрыться акриловым лаком Все, девчонки, и еще Использовала также грецкие орехи Но покрыла их золотой краской И также вскрыла лаком Все, больше из декора у меня здесь ничего нет Все в таком экологичном стиле Спокойные тона Вот такая вот елочка получилась Все очень легко и просто И также подставка Девчонки, подставку показываю поближе Съездила на лесопилку, как я сказала ранее И мне ребята дали вот такой вот пенек Я выпилила там дырку И сделала основание для елки Она прекрасно держится Единственное, что может быть, я вскрою его лаком Еще посмотрим Вот так вот это все выглядит Мне очень понравилась елка в таком оформлении Потому что у меня сейчас квартира Плюс-минус зеленые, спокойные, коричневые тона Поэтому моя елка очень нравится Она красиво вписалась в мой интерьер Очень спокойная И в принципе с минимальными затратами Девочки, собрать такую елку вообще ничего не стоит Эту елку я покупала в прошлом году По-моему, в районе трех тысяч Или две с чем-то я отдала за нее Шишки можно насобирать в парке Желуди, орехи Все можно насобирать в парке Звездочки вышли очень бюджетно Гуф, уходим И шарики тоже самые-самые обычные Самые-самые бюджетные Поэтому, девчули, вот такая вам идея По оформлению елки Абсолютно минимальное количество затрат Но мне кажется, что она очень красиво смотрится Я прям любуюсь Вот этот уголочек у меня безумно красивый Мне он очень нравится Ну и дальше, девчонки, уже я буду вам показывать Другой свой декор Делала зоны И уже попозже вам все покажу Девчонки, сегодня готовку не снимала Но просто хочу показать У нас на ужин запеченные крылья Вот я только единственное, что, детушки Пока редактировала ролик, я их промухала Но скажу вам так, что это запекся мед Потому что мариновала я их в соевом соусе с медом С черным перцем Соль не добавляла А я прям люблю вот такую корочку Вот эти будут красавчики мои Вот честно, даже стыдно показывать Но на самом деле, я правда вам вот скажу серьезно И честно, что я очень люблю Вот когда вот такие они прям подгореленькие немножечко Ну, девчонки, не судите строго Потому что я говорю, у меня вот последние дни Я, у меня проблемы вообще какие-то с готовкой Я вся в этом декоре, в этой уборке И вот быстренько-быстренько что-то стелепаю на ужин И все, но мои как бы на меня не ругаются Так что вот такой вот ужин Сейчас еще открою помидорчики Мне Кума передавала, я попросила Потому что мы в этом году ничего не закатывали И все, и вот такой вот будет ужин Картошечка, крылья и помидоры Так что, девчонки, всем, кто кушает, приятного аппетита Ну, правда, вот прошу прощения, просите готовку Но я, честно, вот последние вот эти денечки У меня что-то как-то совсем все глухо с готовкой Буду накрывать на стол Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!